здравствуйте дорогие мои друзья вот выбрался выбрался из города наконец-то на природе одно удовольствие сейчас уже темнеет правда надо попрактиковаться немножко очиститься от города потому что энергетика плохая хотел знаете коротко рассказать вам о новостях на канале и некоторых ближайших планах все вы знаете ну кто следит видели в различные выступления шамана выступление его ближайшего помощника так сказать правое крыло ворона который собирается отправиться в путешествие с каким-то артефактом ну нет не артефактом это посох который был сделан благословлен шаманом каким-то образом еще заговорен подробностей таких мистических я пока не знаю надо как бы посмотреть эту ситуацию понять но чувствуется в этом какой-то серьезный проект проект конечно шамана но это слово конечно проект не очень не очень подходит к этому потому что это это конечно не проекта миссия поэтому уж простите меня за за эти современные слова об этом я посмотрю и в выходные попробую проделать некоторые практики и поделиться с вами так сказать моим энергетическим глубинным пониманием этого процесса я думаю многих это интересует и может быть сможете сразу сравнить свои ощущения свои мысли по этому поводу сомнения сами понимаете мы должны делиться с друг другом понимать как-то корректировать хотя корректировать шамана невозможно его его корректируют духе то есть не корректируют а говорят ему что делать и планы вы его мне кажется очень серьезная ну на первый взгляд еще постараюсь выходные выпустить на втором канале видео о рунах следующие руну мы пройдем с вами потом в субботу попробую сделать онлайн практику для любителей ну шаманского дыхания разожжем костер и подышим подышим не просто так попробуем сбросить себя какие-то проблемные вещи ну каждый кто будет участвовать потому что меня просят опасаются ну как бы без без наставника это сделать но мы сделаем так сказать не не углубляясь дыхание чанга чтобы снять блоки возможно кому-то это будет полезно и он уже там после нескольких таких вот онлайн занятий сможет самостоятельно как-то корректировать а тут на совместной энергетики почувствовать чтобы найти слишком мне не выбросила куда-то и чтобы не прицепились какие-то сущности вот эти сущности реально являются проблемой я знаете ну часто сталкиваюсь с ними но не воспринимал серьезно честно говоря абсолютно не воспринимал серьезно потому что были у меня какие-то ну стычки какие-то вот мелкие так сказать неприятности но меня это не очень трогало а тут последнее время вот я выставил телефон свой и много людей даже опытных людей вот на что удивительно опытных вот в этой эзотерической теме страдают и бывает страдают всю жизнь потому что если эти сущности не могут достать самого человека они действуют через родственников через родителей через братьев-сестер через детей они подсоединяются к ним и вот так через несколько начинают вытягивать силы удачу здоровья то есть удивительные вещи вот за эти это время встретил очень много людей поработал с ними и многое понял то есть реально вытаскивали таких монстров просто вот кажется что нету ничего не на человеке а вот какая-то ниточка собака пришла сразу чувствует ниточка и тянешь за нее и вытягиваешь просто совершенно не человеческие существа то есть какие-то слизни пауки просто и договора люди с и с ними не заключали понимаете работают часто через родственников из-за этого рушатся семьи и и непонятно то есть вроде люди опытные занимаются всю жизнь и думать почему-то вот у меня не идет все время меня там дергают все время что-то такое серьезно серьезная проблема реально реально серьезное интересное попробую сделать несколько видео или даже такой цикл видел как бороться вот с этими с этими существами потому что они конечно разные вы сейчас может быть мне там сейчас начнете классификацию там какие-то лярвы не лярвы там инкубы суккубы там называть их можно по-разному действительно они там в чем-то отличаются от местности от того где их подцепил работают на разные так сказать эгрегоры или сами по себе шакалят тут можно энциклопедии писать классе такой дим демонологии но на деле смысла не имеет я предпочитаю практические вещи то есть как как работать как оградить себя их главное своих близких потому что вот получается вы вроде опытный человек там энергетический там что-то такое а вот это вот не понимаете что вас потихонечку потихонечку к вам вот эти ниточки тянутся щелк они всегда же замечаешь то вот так что то сотрешь подышишь энергии много даже может быть может быть не чувствуете что энергии то много отчасти равно уходит все время какая-то такая дерготня ну ладно те тема большая думаю думаю надо посвятить потому что реально не просто вот особенно в нашем мире сложным и сейчас такое впечатление что все это обострилась то есть еще два года назад год назад не было такого а сейчас как будто знаете расшевелили но не муравейника какую-то вот какие-то такие насекомые похуже какие-то более неприятные такие многоножки какие-то вот не на взгляд не на это вот расшевелили этот муравейник связано ли это с повышением вибрации ну наверное наверное вот так другие друзья мои вот такие планы на ближайшее время сейчас не знаю к сожалению не всегда получится может выкладывать видео потому что очень много действительно консультации провожу все сейчас сейчас запишу запишу еще одно видео более значит про шамана обязательно потому что сейчас сейчас как раз начинается вот этот процесс и я думаю тем кто поддерживает его надо собраться чтобы поддержать поддержать его реально поддержать шамана и поддержать ворона хотя многие к нему относятся настороженно и отрицательно не спешите не спешите делать так каких-то выводов посмотрите внимательно некоторые люди смотрят говорят вижу что-то не то посмотрите с другой стороны ну слушайте свою душу вот не слушайте болтовнючую то слушайте свою душу но мне кажется миссия более глобальна и есть у меня информация о вот этих ордене 12 которые уже ну вы знаете я вам говорил двинулась из разных городов и уже какой-то рисунок рисуется по телу нашей страны который должен принести удачу пока вы видите что-то удачи не видать наоборот как-то очень 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 напряженно стало еще более тревожно надо думать надо смотреть доверять своей интуиции друзья мои потому что от слов до дела всегда далеко но мы с вами люди все-таки чувствующие думающие разбирающиеся поэтому смотрим оцениваем слушаем свое сердце все дорогие мои надеюсь сумею выполнить планы намеченные обычно получается но как объявишь начинает это тоже тут мешают всякие всякие нехорошие существа все спасибо вам счастливо пока